Приветствую вас, и давайте мы с вами для начала определим, что такое гнев. Вот вы здесь пишете, что вас интересует тема того, как справляться с гневом. На самом деле, гнев – это очень яркое, активное выражение. Гнев – это агрессивная форма негативной реакции на какие-то отношения, на какие-то происшествия в вашей жизни. То, что описываете вы, является, ну, немножечко не похожим на вот то, что вы называете гневом. То есть у вас такая пассивная апатия произошла, значит, проектинирование, как вы сами пишете, и вообще вы сейчас в большей степени пассивны, чем активны. Вы знаете, значит, любое средство борьбы с гневом – это в первую очередь понимание, осознание причин, которые послужили содержанием для той ситуации, которая у вас произошла. Вы написали совершенно однозначно свою проблему, что вы пережили несколько провалов своей самооценки, вы пережили несколько раз невозительное отношение к себе, и нужно понять, в чём это проявляется. То есть, как правило, у подобных вещей, которые вы описываете, есть две основных формы. Первая форма – активная, вторая форма – пассивная. Активная форма – это когда вы сами к чему-то стремились, что-то старались сделать, но у вас не получилось. И из-за того, что у вас не получилось, вы теперь переживаете и испытываете падение самооценки. В этом случае нужно понять, что, ну, вы, конечно же, ошиблись в том, что делали, вы, конечно же, может быть, переоценили свои силы, вы, конечно, может быть, неадекватно смотрели на ситуацию, но ошибаться – это нормально, и в данном случае бессмысленно корить себя, бессмысленно упрекать себя в том, что у вас какие-то вещи не получились, хотя вы этого хотели, очень хотели. Нужно здесь стараться думать наперёд, стараться думать о том, чтобы в будущем и в дальнейшем не повторить подобных ошибок. Пожалуй, это единственное, что вы можете, то есть здесь, по большому счёту, наиболее эффективно будет конкретный разбор того, что вы написали. Но у вас есть фраза, что вы пережили момент неуважительного отношения к себе, и это всегда связано с людьми, и ваша злость протекает потому и из-за того, что вы не понимаете или неправильно понимаете причину, по которой к вам отнеслись неуважительно. Неуважительное отношение всегда пассивно, то есть с вашей стороны это пассивное переживание, то есть вы со стороны другого человека переживаете некое неуважительное отношение, которое причиняет именно вам дискомфорт и неудобство. Давайте мы скажем так, что, во-первых, человек, который причиняет другому дискомфорт, боль, которые неуважительно относятся к нему, это какой человек? Вот давайте попробуем с вами дать характеристику этому человеку. Понятно, что вы дадите эту характеристику совершенно определённую. Это нехороший человек, плохой человек, там, я не знаю, может быть это злой человек и так далее. Но это не та характеристика, которая действительно нужна, а та характеристика это человек, который страдает определённым дефицитом. Так вот, когда к вам кто-то негативно относится, неуважительно относится к вам, это означает, что человек за вас, за ваш счёт пытается саму утвердиться. И ему нужно неуважительно относиться к вам для того, чтобы самому себя лучше чувствовать. Давайте подумаем, а для чего человеку себя лучше чувствовать? Ну вот, казалось бы, да, ведь нужно же определённо сделать что-то, нужно же какие-то действия совершить, чтобы неуважительно относиться к человеку, для чего ты это делаешь? Давайте попробуем ответить на этот вопрос. Давайте попробуем спросить себя, чем продиктовано такое вот желание человека за счёт другого самоутвердиться. И ответ будет достаточно простой. И если мы с вами сказали, что гармоничные, счастливые люди никогда не будут причинять негатив другому, а это будет делать только люди, страдающие дефицитом чего-либо, то в каком случае мы скажем так, что человек, у которого дефицит, переносит свой внутренний конфликт, а дефицит чего-либо это всегда конфликт, это как минимум конфликт неудовлетворённой потребности с возможными желаниями, с возможными средствами, прошу прощения, не желаниями, а средствами. То есть это всегда конфликт. Человек, который переносит на другого, в данном случае на вас, свой внутренний конфликт, это человек, который не является полным, не является счастливым и он достоин жалости. Но спросите вы, хорошо, предположим, человек действительно имеет конфликт, но тем не менее. Вы-то ведь переживаете по этому поводу? Да, вы в принципе осознаете, что конфликт, негативные эмоции человек переносит на вас, понятно. Но вам-то что делать? Почему вы так сильно переживаете? А вот причина, по которой вы так сильно переживаете, является, к сожалению, не такой приятной, какой может быть была для вас вся предыдущая часть моего ответа. Потому что тот факт, что вы вот так восприняли, какое-то поведение человека по отношению к вам, свидетельствует о том, что его слова нашли отклик у вас в душе. В сознание, в психике, в данном случае, это не так важно. Но вот то, что он вам сказал, этот человек, то, как он себя с вами повел, вас задел. И возникает вопрос, а почему вас задел? И ответ на этот вопрос заключается только в одном. Это потому, что вы сами в глубине души отзываете, что где-то у вас есть слабая сторона. Человек резко, негативно, критично, гиперболизировано, то есть преувеличенно задел эту вашу слабую сторону. И, конечно же, вам от этого неприятно. Но давайте посмотрим в суть. А если посмотреть в суть, то она заключается в том, что вы разозлились на что-то, что вам в самой себе, по большому счету, не нравится. Я приведу здесь один небольшой пример. Мне он кажется очень хорошо. И еще иллюстрирующее мысль, которую я только что сказал, это когда бедный человек встречает богатого человека и говорит богатому, что он богатый, бедный. Естественно, богатый смеется в лицо бедному человеку, потому что он знает, что он богат, и говорит бедному, что нет, это не он богатый, по мнению бедного бедный, а это бедный человек, который богатого назвал бедным, сам бедный. И в таком случае бедный человек обижается и начинает злиться. И злость здесь, это как раз-таки проявление того, о чем я говорю. Осознание того, что тот, кто говорит неприятную вещь, где-то в чем-то прав. Да, и вот этот момент, а ведь почему так сильно задевает, когда люди говорят какие-то неприятные вещи, да, почему так сильно задевает? А потому что мы сами не принимаем то, о чем нам говорят. Мы отказываемся это принимать. Мы, как правило, можем на это закрыть глаза, например. Мы можем на это вообще не обращать внимания и так далее. Или нам очень больно, когда это всплывает. Нам очень больно, когда об этом начинают говорить, что-то говорят другие люди. Вам очень неприятно. Соответственно, что нужно сделать в этой ситуации? В этой ситуации нужно в первую очередь принять и понять, о чем вообще идет речь. То есть, о чем и что, собственно говоря, вы отказываетесь принимать. Что вы не хотите принимать такого в себе, что вам такое в себе не нравится, что так сильно вас задевает. А дальше нужно решить, что с этим делать, с тем, что вам не нравится. Вариантов у вас на самом деле два. Первый вариант. Вы, значит, принимаете себя такой, какая вы есть, с той вот стороной, которая вам не нравится. То есть, принимаете и не пытаетесь ее скрыть. То есть, не стыдитесь ее, не скрываете, не закрываете на нее глаза. Просто принимаете как честь себя. И все. Во втором случае, вы делаете так, чтобы эта самая страна вам больше не мешала. То есть, вы стараетесь ее устранить. Получается это у вас или нет, в принципе, не так важно. Главное, чтобы, главное, чтобы вы стремились что-то делать для того, собственно говоря, чтобы, ну, главное, чтобы вы стремились делать что-то, дабы устранить вот этот момент. Неприятный момент, связанный как раз таки с тем, что вам себе не нравится. Вот, надеюсь, надеюсь, что таким образом вам смог объяснить причину вашего гнева. Пожалуй, еще мне бы хотелось немножечко сказать вот о чем. Понимаете, вначале мы сказали, что провал самооценки может быть активным и пассивным. Мы с вами говорили про некий такой активный вариант провала самооценки, когда вы сами что-то делали и ошиблись. И мы теперь скажем по поводу, собственно, того, о чем мы уже сказали, но чуть-чуть с другой стороны. Когда человек специально начинает вашу самооценку занижать или вы увидели, что то, что вы считали хорошим, правильным, интересным, достойным для себя, начало обесцениваться. И в таком случае, если вы увидели, что результат вашего труда точно влияло на вашу самооценку, начало сдавать позиции, то вот здесь нужно понимать, что важно то, как вы сами воспринимаете предмет ключевой для вашей самооценки. Вообще говоря, самооценку не рекомендуется выносить на какие-то внешние предметы материального мира. Самооценку лучше держать в себе, в психическом поле и иметь четкое представление о том, чего вы достойны. Так никто и никогда не сможет устроить вам провал этой самой самооценки. Правда, кто бы что вам не сказал, вы будете знать о том, чего вы действительно стоите. А тот, кто говорит, это его субъективное мнение. И вас это задевать не будет в том случае, если слова человека, который это говорит, не будут находить отклик в вашей душе. Вот это очень важный момент. Пожалуй, на этом можно закончить. В общем и целом, мне бы хотелось привести небольшой итог, немножечко резюмировать свой ответ, все, что я сказал. Ну, во-первых, постарайтесь понять человека, почему он так поступил и что им двигал. Постарайтесь увидеть этого человека в несколько другом амплуа и понять, что тот, кто отнесся к вам неуважительно, вас оскорбил и унизил, это в целом несчастный человек, который страдает определенным дефицитом и который переносит на вас, по сути, свой конфликт. Да, он этого должен не делать, да, он должен держаться в себе и справляться с этим сам, но он взял вот так. Таково его воспитание, таковы его моральные устои, такова его психическая конституция. Оставьте его с его выбором наедине, но поймите, что этот человек достоин жалости. Начните с жалостью относиться к тем, кто стал источником таком вашего состояния и поведения. То есть спросите себя, достойны ли эти люди того, что вы вот так вот из-за этого убиваетесь. Ну я, если честно, не думаю. Потому что ни один хороший человек не стал бы доводить вам до такого состояния. А если люди довели вас до такого состояния, то они точно не достойны того, чтобы у вас это состояние было. Это не игра слов, не подумайте на самом деле, это действительно так. Так, спросите себя, вот чего хотели люди добиться. Они хотели добиться, чтобы вы себя так вели. Спросите себя, у них получилось это сделать? Все не потому, что вы описываете, да. Но почему? Только потому, что они внушили вас, что их слова, их поведение, их действия направлены на вас. Но это иллюзия и их, и ваше. Потому что в действительности их действия и слова направлены на самих себя. За то, чтобы самим себе доказать, что они лучше, чем они есть на самом деле. За ваш счет. Следующий момент, о котором я хотел вам сказать, заключается в том, что вам нужно понять, чем именно вас задели, и выработать свое отношение к этой части себя. Если вы можете исправить, исправьте, так, чтобы больше вас не могли в этом задеться. Если исправить не можете, то примите это и говорите, да, я не стыжусь, да, я знаю и что. Ну, например, очень часто, ну, иногда, говорят, что у меня там голос прерывается или что-то еще. А я знаю за собой такой недостаток. И я в курсе его. Но это не мешает мне работать и не мешает мне помогать людям решать их проблемы. То же самое касается и вас. Примите свой недостаток, если нет возможности его как-то принесить, купировать и так далее. У вас нет другого выбора. Если вы не будете принимать себя, вас никто принимать не будет. Ну, и, наконец, последний момент. Это то, о чем я говорил в самом начале. Если вы совершили провал своей самооценки активный, то есть, когда вы что-то делали, то ошибку следует воспринимать как негативный результат и понимать, что в следующий раз вы сделаете уже по-другому. Но результат, негативный результат, это стимул к прогрессу. Негативный результат, стимул к развитию. Это значит, что вам сейчас, вот, ваше сознание сигнализирует о том, что вам нужно меняться. Что такой, какая вы были раньше, до этого, вы уже быть не можете. Потому что вы не вписываетесь в изменившиеся обстоятельства вашей жизни. А значит, нужно становиться другой, нужно развиваться, нужно прогрессировать. И вот об этом вам и сигнализирует ваше сознание. И до тех пор, пока вы будете пытаться остаться той же, у вас ничего не получится. До тех пор, пока вы будете пытаться остаться той же, вы будете пребывать в этом своем состоянии. Вам нужно либо изменить отношение к людям, которые послужили источниками того, что вы пережили. Либо изменить отношение к себе. К тому, на что была направлена негативная реакция этих людей. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. Спасибо. Спасибо. Спасибо.